Добрый вечер. Меня зовут Руслан Сулейманов. В эфире программа «В контексте». Программа, в которой мы говорим о самых главных событиях в международной повестке дня за прошедшую неделю. События, которые будут определять мировой контекст в ближайшее время. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Одни из наиболее громких новостей на уходящей неделе были связаны с Юго-Восточной Азией. Сегодня мы их обсудим с одним из крупнейших экспертов в регионе, специалистом по международным отношениям Талибуром-Исламом, который присоединяется к нам из Китая. Я буду беседовать с нашим гостем по-английски и последовательно его переводить. И давайте перейдем к нашей первой теме. На этой неделе после длительного расследования лондонской полиции двум гражданам Великобритании предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая. Еще в сентябре минувшего года британский премьер-министр Риши Сунак заявил высокопоставленным китайским чиновникам, что у него, цитата, «серьезные опасения по поводу вмешательства Китая в демократию его страны». На чем основаны такие утверждения и как это повлияет на дальнейшие отношения между Лондоном и Пекином? Давайте спросим нашего уважаемого эксперта. «Деор Талебур, первая вопроса идет о новом развитии между Лондоном и Китой. Как вы можете объяснить новом заявлении, сделанных из Британа? И как вы думаете, что Китая могла интерферировать в отношениях внутренних странах, как Китая, и почему Китая нужна это? Как вы думаете?» «Съясненно. На самом деле, вопрос от интерференции в отношениях внутренних странах в отношениях и в отношениях внутренних странах, это интересное значение. И в отношениях, как и арест и подчеркнуть подчеркнуть индивидуумов, подчеркнуть правительство СССР, это важный момент. И это важно, чтобы ответить, что Субтитры сделал DimaTorzok And it may seek to influence political, economic and social dynamics in other countries. But the governing question is, will China involve itself in such activity, such as Spinoch? The case has yet to get its final verdict from the different layers of court, which we can witness in future through this case. And although this is traditionally said, that China does not interfere in any country's domestic politics. Thank you so much. Thank you very much. These are considered by the use of all the legal procedures. As we know, the government of China has already reviewed all these accusations. They consider them absolutely notwithstanding. Что касается Китая, который может или не может вмешиваться во внутренние дела каких-то западных стран, то важно признать, что это очень сложный и многогранный вопрос. Китай, как и любая другая крупная мировая держава, имеет, очевидно, интересы, которые выходят за пределы его границ, и он может, очевидно, стремиться к тому, чтобы влиять на политическую, экономическую и социальную динамику в каких-то других странах. Но наиболее актуальный вопрос, как подчеркивает наш уважаемый гость, заключается в том, будет ли Китай участвовать именно в такой деятельности по подрыву демократии в западных странах. Пока что дело, о котором мы говорим, оно не получило окончательного вердикта в различных судебных инстанциях, и пока что мы за ним лишь наблюдаем. Но традиционно считается, что Китай все-таки не вмешивается во внутренние дела каких-либо государств. Китай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Китай, пожалуйста, это заготовоположение. И во-вторых, это же самое главное, чем мы, в том, что мы с вами ненемотали, какczyнство. Потому что, в том числе, вас будут темно-депенды и уже consmassив lurking, но не так же. Но, в этом моменте, это важно не пр Nombre, что площадка, или отправляемый друг, или на другом с другой стороне, с борося-бородом сверху. While there may be instances of interference or espionage, it is essential to differentiate between the actions of specific individuals or entities with the official policies of the national states. And moreover, allegations of foreign interference should be based on the concrete evidence and subjected to rigorous investigation and due process. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you. Thank you very much. 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 гость хотел бы обратить внимание на то, что решение любых проблем, связанных с каким-то иностранным вмешательством, требует многоокранного, многостороннего подхода. И этот подход должен включать в себя усилия, связанные, скажем, с кибербезопасностью, с защитой демократических институтов, содействием прозрачности и транспарентности всех процессов, связанных с юридическими нормами и с демократией. Кроме того, мы должны быть по-хорошему свидетелями международного сотрудничества, диалога по таким вопросам. И всем странам крайне необходимо, крайне важно работать сообща, работать вместе, чтобы поддерживать принципы суверенитета, принципы невмешательства и взаимного уважения в отношениях друг с другом. И если мы говорим о постоянной дипломатической практике, то именно она может способствовать решению вот таких довольно болезненных вопросов. И именно дипломатия может помочь продолжить двустороннее сотрудничество. Так что мы должны исходить из того, что между двумя крупными державами есть устойчивый диалог, есть взаимопонимание. И это дает нам право говорить о том, что есть надежда на дипломатическое и относительно безболезненное разрешение вот таких кризисных ситуаций. Я хотел бы перейти к следующей теме, к следующему вопросу. Спросить нашего дорогого гостя в целом о том, как изменились отношения Китая с западными державами. Мы наблюдали, как менялись эти отношения в последние два года после начала войны в Украине. Мы видим, какая сохраняется напряженность. Вот хотелось бы понять, как китайская сторона видит эту ситуацию. Хотелось бы спросить, как в частности Китай оценивает поведение западных стран. Деор Талибур, как бы вы, в целом, осуществляете уровень отношений между Китой и вооружёнными странами? В частности, в контексте войны в Украине, как и в эскалаху конфликта в Международном Востоке, как бы Пейджин видит поведение вооружённых странами, например, относительно Тайвана? Ишкин. Ишкин. First of all, the recent dynamics between China and the Western world would have been characterized by a delicate balance of corporations, competitions, and tension, shaped by various geopolitical events and strategic consideration that you already mentioned, few of them. And in the contrast of the war in Ukraine and partnership while avoiding direct confrontation with the West. As a result, we have seen Beijing has expressed concern about the escalations of tensions in Ukraine, emphasizing the importance of dialogue and the diplomatic resolution to the crisis. However, China's reluctant to condemn China's actions in Ukraine might be, escalate the tensions in the Western world and its relations with Western countries, particularly those in Europe and North America. — 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 I'm in China at this moment, and I can see that how Chinese people and the Chinese lawmakers see Taiwan as an integral part of Chinese People's Republic of China. And to conclude this question, I would like to say that overall, the relationship between China and the Western world is characterized by complex interplay of strategic competitions, economic independence and geopolitical tensions, while cooperations on certain global issues remain possible, including climate change and economic development. And differences over regional conflict and sovereignty issues continue to strengthen relations and shape the border of geopolitical landscape. And it will be interesting to see how this development will bring outcome in future. Thank you so much. Наш дорогой гость хотел бы также обратиться к тайваньскому вопросу, который является одним из наиболее сложных в отношениях между Китаем и западными державами. Здесь важно указать на то, что Китай разочарован поведением западных партнеров, которые периодически делают недружественные шаги по тайваньскому вопросу. Для Китая этот вопрос в принципе не подлежит обсуждению. Тайвань для Китая это неотъемлемая его часть, но когда, скажем, западные державы поставляют оружие Тайваню или говорят о признании Тайваня как отдельного независимого государства, это то, что, конечно, вызывает ответную критику со стороны Пекина. Потому что Китай рассматривает это исключительно как провокацию и посягательство на его суверенитет, на его независимость. А все ведь говорят о том, что крайне важно сохранять безопасность в регионе, в частности экономическую безопасность. Не будем забывать о том, что Тайвань остается крупнейшим экспортнером полупроводников в мире. И экспорт Тайваня достигает 660 миллиардов долларов на одних только полупроводниках. Так что здесь не может быть каких-то двух мнений для китайской стороны. Подчеркну еще раз, Тайвань неотъемлемая часть Китая. И, тем не менее, да, к сожалению, последнее событие характеризует отношение между Пекином и западными столицами как конкуренцию с элементами противостояния, ну и с элементами сотрудничества. Потому что есть много общих вопросов, которые требуют исключительно совместных решений. Такие темы, как, скажем, изменение климата или решение экономических проблем. Есть взаимный интерес и для нас, конечно, очень актуально наблюдать за тем, как все это будет меняться в ближайшее время. Потому что только сообща, только вместе всем странам удастся преодолеть эти противоречия. И я хотел бы перейти к последнему вопросу, к последней теме на сегодня. Я знаю, что наш дорогой гость прекрасно знает то, что сейчас происходит в Индии. А в Индии, напомним, начался второй из семи туров всеобщих выборов. Правящая коалиция премьер-министра на аренде МОДИ баллотируется на третий срок. Ей противостоит оппозиционный альянс Индия, объединяющий 28 национальных и региональных партий. Главной силой, в котором является старейшая политическая партия страны, индийский национальный конгресс. Рискует ли партия МОДИ потерять власть? Вот об этом мы сейчас спросим нашего дорогого гостя. Дорога, Талибур, мой последний вопрос вопрос о выборах в Индии. Как вы видите электропроцессу там? Вы считаете, что есть опасность для партия Нарьянда МОДИ, чтобы потерять силу? Хорошо, я буду идти на первую часть этой вопроса. Так что, как мы перейдем на вторую ряду в Индии генеральных выборах, то политический код selber делается, когда акцент, определенная отношения, т.е. Бји-ген-дуб-Та-и-ген-в Логи-ген-экен-выген-моди, и на 1984-боди-ген-ген-моди. То есть, когда Нарьянда МОДИ-ген-ген-ген-ген-выген-то койм-то-поѐм-то, в рев час сoshiанием 7,0 их�-фингар-ты, Бји-ген-бартия, и на nutzen-моди-ген-моди-ген-ген-экен-моди. in the Hindu they arrived in the secular country so in the Constitution has its clear message to establish the largest democracy in the world as a secular state but each time modulate BJP has run for the elections and run the government and each time Hindu takes more hard line and since we are kicking off for the second round of elections and this of this Hindu the continues our dear guest I would like to pay attention to that we are only talking about the second election but we can already pay attention to what changes are happening in the political landscape of India we see how more and more on the stage and this is the question of the party on the end of the mode it is the use of religion in the political goals we will not forget that India is the same country and it is the movement of these religious systems and narrative very strongly влияет on the the election and the whole electoral process and this is what can сказать ожесточает политическую борьбу и конкуренцию в стране please go ahead yeah while the ruling coalition led by the prime minister Norenda Modi has been a formidable force it's important to recognize the significant role that is a piece of Hindu ideology playing a place in shaping the public discourse and electoral dynamics and this ideology which emphasize Hindu nationalism cultural identity and cornering minority like Muslim has garnered both uh stand support and prevent oppositions and the oppositions alliance is spearheaded by the Indian national congress and compromising a diverse array of uh parties presents a challenge to the bcp's narrative with uh with 28 national and regional parties uh united under the banner of india the electoral landscape becomes even more nuisance and because they are saying that uh uh these oppositions alliance uh acts uh acts the country becomes a secular one like uh it was uh before so in the context of hindu the bgp's agenda resonates deeply with the significant portion of the electorate uh point to be noted that uh india has a populations of hindu uh from hindu religion is 80 percent which is the majority of the country's population where a muslim is uh around 15 percent and there is christian christianity and shakes populations so this also uh drawing criticism to those who advocate for secularism and religious uh pluralism and the ideological divide at layers of complexity to this uh electoral uh campaign from both uh narin the modi campaign and also the opposition alliance which is called india наш дорогой эксперт хотел бы обратить внимание что правящая коалиция она формирует такой общенациональный дискурсы где преобладают националистические или религиозные мотивы это использование темы религии конкретно индуизма в своих целях и в противовес этому да старейшая партия страны национальный конгресс обращается в том числе к национальным и и конфессиональным меньшинством обращается к мусульманам на сегодняшний день в индии порядка 80 процентов населения это индуисты примерно 15 процентов это мусульмане все остальные христиане и представители других конфессий и мы видим как разделение чем-то даже раскол идет именно по религиозному признаку но это указывает в общем-то и на плюрализм который имеет место в индии поэтому мы можем свидетельствовать да что коалиция моди пытается удержаться власти пойти на очередной срок и вот пока что она прибегает исключительно к таким популистским заявлением это в общем ее основная тактика do you want to add something yeah and i'll just something quickly so islamophobia has been increase a lot apparently doing the tenor of bgp governments and since the bgp modis government enacted the bill of citizenship law by discriminating the muslim minority in 2019 and right after we saw a lot of riots in India and that killed her 53 people mostly muslims in the communal drivers and this bill came to the top again this year when the government announced to the to implement it like right before the election so I think since India has the majority populations India the majority population of India is Hindu which is around 80% so that will play a important role in this elections to decide who will be the next prime minister and who will form the next government of India and point to be noted at the end that South Asia regions always leave always used to leave in harmony for hundreds of years with all the beliefs South Asia had its in great harmonious history of thousands of years where all the beliefs coexistence so now the religious based political dynamism that India is having at this moment can jeopardize the situation about minority of other neighboring countries so this election is definitely one of the remarkable and the most important election in the South Asia region that will determine the attitude of different governments and the different states of other nearby countries so it will be interesting to see how it shapes the from and since India is the largest democracy in the wall so anything can be happening in the democracy in upcoming days thank you very much в завершении наши дорогой гость хотел бы указать на то что именно при правлении на аренды моде в Индии возросли исламофобские настроения и участились восстания в регионах с преимущественно мусульманским населением но так или иначе мы должны говорить о том что юго-восточная азия это регион где на протяжении многих веков разные народы разные конфессии существовали друг с другом и вряд ли кому-то удастся на нарушить этот баланс но тем не менее но мы обязаны говорить о том что в Индии где как я уже сказал 80 процентов населения это индуисты именно они все-таки будут определять то кто будет возглавлять следующее правительство кто будет новым премьер-министром так что мы в любом случае наблюдаем за самыми главными самыми важными выборами в юго-восточной азии и результат этих выборов определит будущее не только индии но и всего нашего региона мне хотел бы благодарить нашего замечательного гостя за очень ценный комментарий за то что мы с ним обсудили сразу столько важных и актуальных тем которые касаются юго-восточной азии вот на этой неделе повестка была связана именно с этим регионом в международной жизни я напомню что о наиболее актуальных новостях за прошедшую неделю мы говорили со специалистом по международным отношениям талибуром исламом дэр талибур thank you for joining us and have a good night thank you so much это была программа в контексте меня зовут руслан сулейманов всего вам самого доброго и мирного неба над головой